Ребенок забыл вообще, как держать ложку. Я вообще здесь ни при чем. Неужели нам придется прыгать с аквалангом? Через погружение в себя. Что у нас двиги были буквально на следующий день. И люди открывают для себя другой мир. Возвращается сознание в тело. Трансформировали они нас всех. И у ребенка включается жизнь. Это потрясающе. Не мятись! Открыть! Здравствуйте, Алена! Здравствуйте! Расскажите про себя, про свою дочь Лизу. Как все начиналось? Ну, что было до инфодайвинга? Да, Лизочке на данный момент почти 4,5 года. Мы с мужем живем. У нас один ребенок. То есть это был долгожданный ребенок. Мы почти 7 лет ждали язычку с мужем. В результате родился ребенок не очень доношенный. То есть у нас была кесарево экстренное. И по ошибке врачей у нее была небольшая гипоксия. Но, как сказали врачи, ни на что эта гипоксия, по их словам, не влияла. Мы вернулись из роддома, соответственно, домой. И началась у нас большая проблема. Ребенок вообще не спал ночами. То есть она не засыпала, она кричала, то есть билась. Невозможно было вообще унять ребенка. То есть было такое впечатление, что ее что-то так сильно беспокоило, что мы не могли вообще ничего с этим сделать. И врачи нам говорили, ну, поменяйте детскую смесь. Наверное, детская смесь не подходит. Я ребенка кормить не могла. У меня были жесткие препараты, так как у нас была экстренная кесаревая. И у меня были большие проблемы со здоровьем. И они мне давали препараты против давления сильной. И ребенка мне кормить не дали. Соответственно, мы были на смеси прямо с самого рождения. И потом, как вот нам посоветовала натуропат, она нам сказала, уберите полностью все молочное. Ну, в общем, мы сели вот на эту жесткую диету. И убрали все молочное, убрали в результате потом, впоследствии еще глютен. И еще у нас была очень сильная неперевариваемость протеинов. На данный момент, благодаря инфодавингу этого всего нету, но была еще неперевариваемость мяса, рыбы и всех животных протеинов, которые есть. То есть яйца. Ребенок, в общем, сидел на фруктах, овощах и влаковых. То есть больше она ничего не могла употреблять. Долгое время. Что значит неперевариваемость? Как это проявлялось? Ребенок кричал. То есть у нас были истерики после съедания куска мяса или куска рыбы. Начинались истерики несколькочасовые. То есть она просто была невменяемая. Она была не с нами, она была не здесь. И вот это могло длиться часами. Это четко было на протеинах. То есть когда мы убрали все эти протеины, именно на еду отклика больше не было. Но оставались истерики поведенческие. То есть она не могла вообще адекватно играть. Она сидела где-то зажавшись в уголочке или вот в углу дивана. Знаете, когда вот такие диваны угловые, она все время зажималась в этот угол дивана, раскачивалась, трепала себе пальчики. То есть все вот эти стимы, которые были аутические, они у нас все присутствовали. То есть ребенок ничем не интересовался. Глазная вот эта вот была реакция, взгляд по косой, бег по кругу, бабочки, вот эти крылышки. Все было. И единственное, чем она интересовалась, она выстраивала в ряд предметы бытового обихода, игрушки. Все в ряд, все по цвету, все по форме. И это было настолько видно, вот что у ребенка есть какие-то огромные проблемы, потому что развитие не идет. А скажите, это было вот с самого начала или был какой-то спусковой механизм, прививка там или что-то такое? По началу у нас развитие шло нормальное. То есть вовремя села, вовремя встала, вовремя пошла. То есть все было. Она даже держала бутылочку, сама пыталась ложку держать, кушала еду. И после прививки у нас была прививка в 6 месяцев. И вот эта АКДС русская, но она у нас была 5 в 1. В Европе они немножко другие, там еще жестче. И после этой прививки через 3 месяца ребенок забыл вообще, как держать ложку, как держать бутылку. Вот и начались вот эти вот стима, стима, стима. Мы на тот момент не сделали связи. То есть мы как бы думали, из-за чего же все это пошло. Это вот потом уже, спустя несколько лет, мы все-таки поняли, что это была прививка. По старым видео, фотографиям, в общем-то, очень сильно видно разницу. И ребенок ушел полностью в аут в себя. И из этого состояния ее уже не мог вывести никто. То есть ее ничего не интересовало. Когда мы пытались ее заинтересовать чем угодно, она кричала, она вырывалась, она вот вообще не вменяема была. Ни здесь, ни с нами. То есть просто ребенка не было. Был какой-то зверек такой, как вот многие мамы меня поймут. Ребенок вел себя, как дикий зверь. И к нему невозможно было ни прильнуть, ни обнять, ни прижать, ни потрогать голову. Вообще, то есть невозможно было с ребенком никак контактировать. И плюс еще не спала. Так и продолжались вот эти бессонные ночи. Там урывками по 20 минут. То есть у меня уже было состояние. Я думаю, любая мама меня поймет. А многие как бы мамы вот через это все именно в такой вот форме прошли. И это уже было просто вот несколько лет. Это очень тяжело выносить. Поясните, что значит не спала? Укладываешь вечером ребенка. И засыпает. Через 20 минут просыпается в диких воплях. Опять надо заново укачивать час. Ну как бы вот вообще сна практически как такового продолжительного сна много лет не было. По 20 минут. Потом час укачиваешь, еще 20 минут поспит. И вот в таком режиме я несколько лет в общем-то жила. Днем ребенок вообще не спал. Расскажите, к врачам обращались? Да, у нас есть педиатры, терапевты. На тот момент еще ребенок был маленький. Они говорили, ну понимаете, такое бывает. То есть это может быть проблема с питанием, это может быть проблема с жарой. Мы же переехали в страну, где практически целый год 35-40 градусов. И они говорили, ну понимаете, вот у детей бывает такое на жару. Может быть это реакция. В общем, они пытались искать не там, где надо. И никто нам так четко и не сказал, что же с ребенком происходит. Мы сами уже начали рыть. И тут я в интернете увидела, как это бывает, да, у многих мамочек. Я увидела, что такое аутизм. Конечно, это был шок. То есть первое время я вообще не могла прийти в себя. И вообще, как это все может быть? И почему? Ну как обычно, да, задают вопрос. Задают вопрос не зачем, а почему. А сколько ей было, когда вы поняли, что аутизм? Когда я поняла, было два года. То есть вот в два года я осознала, что у нас действительно все признаки налицо. То есть все было. Истеричность, бег по кругу, хождение по одним и тем же маршрутам, вообще не принятие одежды какой-либо. Сенсорные проблемы были страшные. Она не могла одеваться. Она кричала от любого наличия одежды на теле. И, соответственно, не спала, соответственно, не кушала сама, не брала бутылочку сама. То есть все приходилось два года делать мне за нее. И, в общем-то, ребенок был неадекватным. То есть она ничему не обучалась, она ничего не хотела делать. И, соответственно, мы пришли к биомеду. То есть наш путь, он строился на биологически активных добавках. И, в общем-то, все это нам помогло сдвинуть с мертвой точки очень хорошо. И мы сдвинули, в общем-то, много вещей. Появился указательный жест у ребенка. Появился глазной контакт, которого никогда не было. И ролевая игра у нас запустилась на барак-камере. То есть мы сделали 100 сеансов барак-камеры. Мягкой вот такой, которая рекомендуется этим деткам. И у нас на этой барак-камере начались начатки. То есть вот ребенок увидел, что игрушка существует. Что это что-то есть. И как с этой игрушкой можно вообще играть. То есть вот это появилось. Ну, спасибо вот этой барак-камере, что хоть что-то она нам дала. И ребенок начал приходить немножко к нам. Но, опять же, ролевой игры как таковой, чтобы уложить игрушку спать, помыть, покормить. Вот этого всего не было. И по питанию нет, ничего не сдвинулось в плане привычек. Она очень узкий ела набор продуктов. И не хотела даже пробовать ничего нового. То есть это было, как только даешь что-то новое, сразу истерика. То есть это было такое состояние. Ты даже уже боялся подойти с новым продуктом, потому что она ничего не принимала. А у мелких какие-то там по питанию, как она ложкой ела или вообще как кушала? К нам уже было 4 года. Пила она из соски, с бутылки соски. И кушала она только мы ее кормили с мужем. То есть никакого... Сама она ничего не делала. Это ее не интересовало. Как будто бы она не понимала, зачем ей это нужно и почему она должна это делать. То есть абсолютно не было включенности. Был очень яркий пример, как мы шли мимо разных магазинов. И ребенок очень сильно хотел туда зайти. То есть она, чтобы это сделать, она ложилась перед этим магазином звездой. И начинала бить головой о кафель. То есть вообще невозможно было. Она кричала. Мы пытались ее вдвоем схватить с мужем. Утащить ее оттуда. Бесполезно. Ребенок кричит, ребенок в истерике. Ему надо зайти в этот магазин. Она вырывается. То есть это было вообще просто... Картина была ужасная. Как только на улице появлялся где-нибудь понос экраном. Там какая-нибудь реклама или вот что-нибудь типа этого. Она залипала. Она могла там стоять. Полчаса смотреть на вот эту рекламу бегущую. То есть не оторвешь ее. И никуда не уведешь. Сложно. Социально неадаптированный ребенок был полностью. И невозможно было никак ее адаптировать. Потому что она не понимала речи вообще. У нас была сенсорно-моторная аллалия. Те, кто, думаю, знают. Те, кто сталкивался с такой проблемой. Это значит, что ребенок тебя не слышит. Он тебя не понимает. И он не разговаривает на том уровне, соответственно, чтобы ты его понял. То есть это были чисто заученные отдельные слова. А по пониманию не было ничего. То есть я ей, чтобы пойти гулять, я ей приносила штанишки, футболочку. И трясла вот перед ней. То есть чтобы она меня поняла хоть как-то, что нужно идти гулять. А как вы узнали про инфодайвинг? Инфодайвинг мы открыли для себя 27 июля 2020 года. Как сейчас помню, потому что дата для меня фактически новой жизни. Случайно открыв страницу в очередной раз на сайте СтопАутизм Натальи с Максимом, она рассказывала очень интересно об инфодайвинге. И была картинка, где был аквалангист, готовый прыгнуть. И я помню, меня вот эта именно картинка зацепила. Я смотрела на этого аквалангиста и думала, неужели нам придется прыгать с аквалангов? Но дочитав до конца, я поняла, что прыгать не придется. Что все как бы на самом деле на совершенно другом уровне происходит. Для меня это было просто фантастика. И вот эти результаты, которых они добились. Я потом посмотрела фильмы. Уже были фильмы на тот момент. И уже были вот девочки, которые рассказывали. И я понимала, что здесь что-то просто супер. То есть это наш путь. И просто мы не можем туда не обратиться. И уже 1 августа я уже написала заявку, что да, мы готовы работать. И я, в принципе, знала, на что я иду. Это не было таким, что, ой, сейчас мне тут будут предлагать, я не знаю, что я буду с этим делать. Я примерно предполагала, как это все работает. Просто нужны были вот эти ключи, чтобы открыть все вот это. И спасибо огромное, конечно, Наталье и всем в команде, кто участвовал, кто делал все наши вот эти вот трансформации. Потому что трансформировали они нас всех. Не только ребенка. Когда к нам обращаются родители, мы всегда предлагаем сперва почитать страницу заявка. Заявка на консультацию. Там подробно рассказываем, что и как будет. Почему это важно? Почему нам важно, чтобы родитель был готов к работе? Потому что очень часто в голове у родителей есть представление. Моего ребенка здесь вылечат. Я ничего не должен сделать. Я вообще здесь ни при чем. Вот я заплатил деньги, а вы делаете, что хотите. И дальше человек садится и ждет. Так вот, господа, так не работает. Это ваша карма. Даже если вам не нравится это слово. Если родитель хочет, чтобы его ребенок был здоровым, он должен осознать, что ребенок в данный момент, когда он болен, является больным зеркалом родителя. И значит, болезнь находится в родителе. И родителю надо трансформироваться, измениться таким образом, для того, чтобы увидеть свое зеркало здоровым. Чтобы его отражение в проявленном мире поменялось. И это кусок работы родителя над собой. Это не купишь за деньги, как не купишь за деньги здоровье. Это никак не проявишь иначе. Это надо осознать еще до того, как вы обратились к нам. Потому что дальше мы добавим вас в чат, где вы будете работать с такими же родителями. Будете делать практики. Практики все простые, но их надо делать. И надо делать искренне. Надо искренне прийти к себе настоящему. Убрать ложь, подмены. Кажется, я такая красивая, добрая, хорошая и так далее. А на повестку дни, а что я под этим прячу? Что я не хочу в себе признать? Что я не хочу в себе видеть? И с этим тем, что я не хочу в себе видеть, придется разобраться, придется достать, посмотреть этому в лицо, принять в себе это. И изменить свое поведение таким образом, чтобы быть целостной, чтобы быть настоящей, чтобы быть открытой, искренней. И зачастую это открывает сердце, зачастую это открывает настоящую любовь к ребенку. Не подмену на заботу, не подмену на внимание, а действительно искреннюю любовь. И люди открывают для себя другой мир, мир, которого они не знали. Открывают его через инфодайвинг, через погружение в себя, через чувствование, через признание своих чувств, через признание того, что ты есть, через признание того, что ты должен проявляться в этом мире как-то и играть осознанно, через создание своих собственных игр и так далее. Это целая вселенная под названием человек. И эту вселенную человек откроет через инфодайвинг. И это надо осознавать еще до того, как вы обратились к нам. Потому что здесь вас лечить не будут, здесь никто вас не повезет на себе, здесь вы будете идти сами и идти к себе настоящему и искреннему. Ну, пришла вам консультация, вы посмотрели одна, смотрели с мужем. Ну, и какие были ощущения, что узнали, что подумали? Во-первых, у европейцев, у них совершенно другой склад ума. Они к этому так относятся немножко. Ну, ты тут пробуй, а я посмотрю, ну, работает, значит, будут тебя поддерживать, не работает, ну, что ж теперь делать, значит, как бы вот, не судьба. И больше в традиционную медицину, и вот такие вот подходы. Но у меня четко, когда я получила отработку, я поняла, что консультацию, да, вот я поняла, что фантастически сработали ребята, потому что у нас двиги были буквально на следующий день. То есть вообще вот я проснулась, и я увидела, что у меня такой поток энергии пошел. У меня было такое впечатление, что я сейчас добегу до какой-нибудь другой страны и вернусь обратно. Настолько было много вот энергии в теле. Потрясающе. То есть вот этот заряд, эта энергетика, это счастье, вот которое туда пришло, в мое внутреннее вот ощущение, оно было фантастическое. И у ребенка было то же самое. То есть ребенок зажегся. И еще вот это осознание, оно еще не переключилось на следующий день. То есть тумблер, он переключился через неделю. Вот так вот просто раз, и она на меня посмотрела. И в этом взгляде я просто увидела, что вот оно, вот она к нам пришла. И наконец-то она вот увидела, что рядом мама, рядом папа, рядом еще кто-то, потому что до этого ребенка вообще ничего не интересовало. И был вот этот взгляд. Вот этот взгляд, он, конечно, дорогого стоит. Это фантастика. После нашей работы первое, что меняется у ребенка, это меняется взгляд. А взгляд становится осознанным. Возвращается сознание в тело. И с ребенком после этого общение должно быть как со здоровым. И потом, после взгляда, пошли буквально за несколько недель колоссальные изменения. Во-первых, у нас наладились с мужем отношения, вот что хотела сказать. У нас были очень плохие отношения в последнее время, потому что все были на истощении, все были в состоянии изнеможения. Никто не спал, все уже на автомате жили, в общем-то. И когда закачка была вот этой энергии через вот эту вот проработку, консультацию, у меня муж просто вот, он открылся. И я открылась, и мы начали вдвоем понимать, что мы выходим вот из этого состояния. Мы сами уже были в ауте, по большей части, с ним вместе и с ребенком, все втроем. И мы вышли втроем из этого аута, и все начали жить в гармонии. Расскажите, какие изменения у Лизы были? У нас фантастика произошла. То есть буквально за несколько недель ребенок начал полностью выходить к нам, к родителям. Она начала интересоваться. Интерес проснулся. То есть ей стало интересно, а зачем вот эта игрушка, а как вот с этим можно поиграть, а куда ее можно посадить. Знаете, есть такие маленькие игрушки, которые сажаются на более, там на лошадку, и они едут. И вот это ее совсем никогда не завлекало. То есть она не понимала, зачем его сажать на лошадку. А сейчас она сама посадила, и эту лошадку включила, и она поехала. И мы были в таком просто вот приятном шоке с мужем, что вот она наконец-то поняла, зачем все это нужно. И это осознание, оно приходило каждый день в новых красках. Умение родителей видеть мельчайшие изменения в развитии своего ребенка, это ключи к дальнейшему развитию, к счастью. И у ребенка включается жизнь. Видеть, замечать хорошие моменты, видеть, замечать счастливые, здоровые моменты, это на самом деле очень важно. Ребенок никогда не рисовал ничем. Ее вообще карандаш невозможно было даже в руку дать. Она от него просто вот отталкивала нас этим карандашом и так далее, фломастеры, вот все, что рисуют. Она сама открыла шкаф, она знала, где лежат эти фломастеры. Она сама открыла шкаф, достала фломастеры и пошла рисовать. То есть это было настолько фантастично, когда ребенок больше четырех лет вообще никогда не хочет этим заниматься. И тут она сама. И мы так сидели, муж прямо не дыша снимал все это на видеокамеру. То есть это было здорово. Очень было нам приятно смотреть. Это были только самые мелочи, потом было еще больше. Она начала кушать сама. Притом кушать сначала ложкой, то, чего было попроще, пюре, а потом начала вилкой накалывать свои котлетки. То есть это просто было. Муж приносил тарелку, ставил перед ней, и орала вилку, сама все съела, сама наколола, сама положила в рот, принесла тарелку нам и сказала спасибо. Все. Как можно это описать, только как не фантастикой? Это сколько дней все прошло после консультации? 15 максимум. То есть у нас все это пошло буквально вот за две недели после отработки. Ребенок полностью изменился. Мы вообще не узнавали. То есть это настолько, даже мой муж, который, ну в принципе, он изначально в это все не верил. Для него это было как посмотреть. Ну посмотри, если тебе это нужно. И он, когда увидел все эти преображения, он говорил, смотри, он уже мне говорил, смотри, а еще вот здесь изменилось. И вот здесь смотри, она же вот это делает, она же никогда этого не делала. Видишь? И вот это вот состояние даже мужа, когда он уже видит изменения и он говорит, что да, я уже верю, что это не просто так происходит. Мы столько лет ждали, столько лет работали. Мы же работали над этим каждый день и показывали. Никакого результата. А здесь за две недели ребенок включился полностью в игру под названием «Жизнь». Она начала нам такие вещи выдавать. Это было фантастично. На самом деле, изменились родители, изменилось направление их внимания. Их внимание стало на здоровье направленным. И ребенок, естественно, начинает развиваться. Я сейчас расскажу то, что было вот у нас действительно очень таким показательным моментом включения в игру «Жизнь». Мы пошли к соседям, а у них маленький мальчик. Во-первых, до этого Лиза этого мальчика совсем не замечала. Мы с рождения ходили, с рождения этого мальчика ходили к ним в гости. И Лиза никогда его не видела. То есть он как бы есть, но и есть. А после инфодайвинга через неделю буквально она начала с ним играть. Сама повела его в его комнату и сама начала с ним играть в лего, во все вот эти игры детские, которые раньше ее вообще не интересовали. Она даже не умела лего сложить. Два кубика не могла поставить вместе. А тут они пирамиды вдвоем начали строить сразу. И плюс ко всему был еще момент, когда в следующий раз мы к ним пришли, она играла с ним в игрушки. И ей очень понравилась одна игрушка у него. И она ко мне подходит и показывает. Пойдем домой, заберем игрушку. Я говорю, нет, Лиза, это же не наша игрушка, мы же не можем, это же мальчиков. На что моя дочь расстроилась? Так вот, прямо вот видно было, что расстроилась. И на входе стояла пустая коробка. И она пошла, положила игрушку в пустую коробку. А я думаю, зачем она это сделала? Даже я не догадалась, зачем бы ребенок положил в коробку, когда могла бы еще играть весь вечер этой игрушкой. И она положила и пошла дальше играть с мальчиком. И потом я смотрю, мы уходим через полчаса домой, она руку положила в эту коробку, достала игрушку и себе под маечку засула. Вот как можно описать это словами, когда ты понимаешь, что вот ребенок включился, она проработала заранее этот план по выносу этой игрушки себе домой. Нашему счастью с мужем не было предела. Мы понимали, что это нехорошо в социальных мерках, но нам на тот момент было так приятно за всем этим наблюдать, что мы только к соседке сказали, ну мы тебе завтра занесем. Она, да, конечно, то есть вообще без вопросов. Счастье было просто у нас полное. И это только один пример. И таких примеров очень много по всем повседневным делам. Ребенок играет, ребенок сам занимается. Она просто интересуется всем. Новую игрушку приносишь, она прямо уже от этой игрушки и не отлипает. Она может играть уже весь вечер. И с персонажами играет. То есть уже из мультиков, из любимых купили ей персонажей с домиком. Она их укладывает спать, она их кормит, она их манипулирует ими. То есть очень здорово наблюдать. Просто фантастика. И то же самое было с едой. То есть она перешла кушать. Во-первых, рацион расширился. То есть за два месяца у нас полностью расширился рацион. А она раньше ела на базе только пюрированное. Вот эти пюре сладкие, пюре соленое. А сейчас она ест куски. Во-первых, мы сняли глютен. Нам сказала Наталья, пробуйте, снимайте, все будет хорошо. Мы сняли глютен. Никакой реакции нету, никакой истерии нету. Все хорошо. Спит хорошо. То есть реакция на еду полностью ушла. Она кушает сейчас протеины и мясо, и рыбу, и кокет, и вот все. Вот это кушать, это было просто, это такое облегчение. На сегодняшний день у медицины есть очень много теорий по физиологии, которые обосновывают причины, почему не усваивается глютен, почему есть реакция на протеины и так далее, и так далее. И все эти системы, все эти умозаключения основываются на физиологии. Однозначно, физиология рулит. Так что же такое делает инфодайлинг, что вдруг физиология включается и начинает работать? Вот она была выключена, ребенок не мог нормально питаться, а тут раз проходит две недели. Нервация восстановилась, все восстановилось, и тело вроде здорово, и все начало работать. Вот это чудеса сознания. Так может не тело, а первичное, а первичное сознание. Это у вас от консультации прошло всего два месяца, правильно? Такие быстрые результаты. Вот с 1 августа у нас чуть больше двух месяцев, и просто невероятный результат. То есть просто невероятный. Ребенок разговаривает, притом разговаривает не так, чтобы она повторяла, раньше она только повторяла, а теперь она подходит, и глаголом мне говорит помочь, одеть, надуть, показывает вещь, приносит, и уже действия просит сделать с этой вещью. Раньше она могла только меня взять, повезти, рукой моей показать там что-то, а теперь она нам говорит, что она хочет, как она это нам все показывает и рассказывает, еще плюс глаголом добавляет. Плюс существительное она знает на те вещи, которые ей интересны, она говорит шоколад, она говорит мороженое. Соответственно, все, что она кушает, она все повторяет. Чипсы, то есть, те лакомства, которые ей можно изредка, которые, соответственно, либо в шкафу, либо в холодильнике, куда она еще не может попасть сама. Все просит. То есть, появилась вот эта просьба, появилось взаимодействие, когда она нам приносит пустую баночку, например, из-под лакомства, она говорит спасибо, все, и ставит ее на стол, это просто верх, вот, просто верх моего вот, я просто благодарна за это все, потому что, ну, это уже, вот, что называется, общение с ребенком полноценно, когда она может тебе сказать, что она хочет, ты можешь выполнить, и ребенок тебя благодарит взамен. Это потрясающе. Вот сейчас на мгновение задумайтесь, как мало надо для счастья, надо всего лишь общение со своим собственным ребенком, надо всего лишь, чтобы ребенок проявил эмоцию, надо всего лишь, чтобы ребенок посмотрел в глаза или на что-то указал пальчиком, и это счастье, это невероятное счастье. А теперь подумайте, какое количество родителей пренебрегает этим счастьем, его ни в грош не ставят, не считают нужным общаться со своими детьми, разводятся, уходят, бросают, не считают нужным замечать вообще какие-то изменения в своих детях, работать с ними, заниматься с ними и так далее. Так в чем же счастье? В чем счастье для человека? Неужели для того, чтобы почувствовать это счастье и осознать счастье, надо пережить болезнь? А что со сном сейчас? После отработки было 2-3 недели, когда никаких изменений по сну вообще не было, но у нас это была самая больная тема из всего, что было, то есть я так предполагаю, что этому нужно было время, чтобы встать на место. На данный момент ребенок засыпает и спит продолжительностью сон 11 часов нон-стопом, то есть она не просыпается, то есть это вообще для меня, для того, что было и того, что сейчас, это просто магические вещи произошли с нами. А еще у нас пошла подвижка по туалету, то она ходила раньше на горшок, этого мы добились с мужем, мы высаживали, она ходила на горшок, но туалета она боялась. Как только открывалась дверь в этот туалет, она прямо убегала, то есть ее пугал очень сильно звук сливного вот этого вот бачка, и она панически боялась из этой комнаты. И как-то утром мы проснулись от того, что она нажала на кнопку сливного бачка. Она сама пошла в туалет и нажала на кнопку, спустила и закрыла дверь, и все выключила, и свет. И мы просто с мужем были в шоке. Она сама все это сделала. То есть это была просто фантастическая ситуация. И теперь она уже ничего не боится, она может на туалете сидеть спокойно с книжкой, то есть ей все нравится, и ходит туда сама, и даже уже без предупреждения. Раньше предупреждала, что типа иду пипить, теперь уже даже не говорит, просто идет и делает. Магия. Магия. Мы сами очень удивлены вашим таким очень быстрым результатом. Это действительно какое-то чудо. А скажите, как изменения в семье? Что случилось? В семье у меня была очень сложная обстановка. С родителями мужа была очень серьезная скажем так травма моя внутренняя. Они меня не приняли с самого начала, мама его особенно, и мы с ними играли в игру, чтобы, ну, грубо говоря, угодить. Они мне, а я им. То есть мы приняли такую позицию, чтобы не разрушать семью, мы угождали. Вот так мы 10 лет проугождали, а потом вот случилась такая ситуация, что она меня обвинила в том, что я виновата в таком состоянии ребенка. Она сказала, что из-за того, что я не даю протеины и многие элементы питания, у нее проблемы с мозгом, с развитием, что речь не идет и так далее. То есть это чисто был ее вот упор мне. Это был последний капли, наверное, в наших отношениях. Это было, когда Лизочке было 3 года. И мы целый год с ними вообще не разговаривали. Это была такая обида с моей стороны, что просто. И после проработки инфодайвинга я заполнила все эти анкеты радикального прощения и особенностей. И я поняла, что меня отпустило. Я прям почувствовала, что меня отпустило. и мне уже нет такой обиды. И вообще я вышла в состояние благодарности за то, что в общем-то эти люди подарили мне мужчину, с которым я живу. И никакого у меня к ним больше нет негатива абсолютно. То есть мы вышли в позитив. И на данный момент они общаются с моим мужем. Они вообще не общались даже с моим мужем. То есть был целый год. И сейчас они общаются, все нормально. То есть я просто позволяю всему этому быть. Никакой негативной обстановки больше нет в семье. То есть все у нас рассосалось благодаря вот этим анкетам и благодаря работе, которую Наталья советует делать. И очень это все правда, правильно, нужно это делать, потому что у нас у всех очень много травм, очень много обид на разных людей, не только на родителей, то есть на многие ситуации жизненные даже. И с мужем были очень плохие отношения натянутые из-за вот этой ситуации с родителями. И соответственно, когда все это рассосалось, вся эта негативная ситуация, он полностью ушел со мной в позитив, радость по новым умениям ребенка. И сейчас просто мы счастливы, мы в гармонии, все втроем находимся. то есть вот за это огромное спасибо Наталье и вашей команде вот инфодайверам за то, что все это возможно. Даже находясь в состоянии полного опустошения, полной вот этой ситуации, бесконечной агрессии, горя, этого всего, можно выйти в позитив за такой короткий срок. Благодаря всему тому, что Наталья предлагает. Это вот надо понимать тоже мамам. А скажите, практики какие-то делали? Да, практики с самого первого дня, как только вот отработка, даже вот до отработки начала уже и с начала отработки я сразу начала делать все практики, которые Наталья рекомендует. Соответственно, зеркало, которое у меня пошло через чувство сразу, я сразу поняла, как его делать. То есть это моя любимая практика из всех, которые есть. Она мне помогает держать позитив в доме. Вот эта гармония, которая царит в нашем доме, она благодаря зеркалу у нас вот конкретно работает. Ее делаю я. То есть муж не делает зеркало. Ее делаю я, и этого в принципе хватает. Если делать все четко два раза в день, как говорит Наталья, всего хватает, чтобы был позитив, чтобы была гармония, чтобы был вот этот кайф от жизни, мы его ловим теперь все вместе, ребенок развивается. Плюс, конечно, нужно обязательно написать будущее. Это очень важный момент. Я это тоже четко увидела, что нужно знать, к чему ты идешь. Нужно абсолютно точно знать, что твой ребенок здоров, будет здоровым у кого-то, может быть, позже. У меня уже аутизма нету на сегодняшний день. У нас остались моменты, которые нужно догнать. То есть это развитие речи, это поведенческие социальные моменты, потому что нужно, конечно, ребенка теперь обучать и рассказывать, что можно, что нельзя, где, как поступить, но это все мелочи. Она поняла, она осознала, она нас понимает, она нас воспринимает, и она уже учится сама многому. Ну, расскажите, какие планы вы для нее прописали, там, садик, школа, дальше? На данный момент мы видим, что ребенок у нас пойдет в обычный садик, то есть никаких проблем у нее не возникнет, потому что видим, как она общается с детками, и никаких, в общем-то, таких вот глобальных проблем у нее нет. Но она еще не совсем понимает, как это делать, то есть она может там вырвать игрушку в какой-то момент, когда ей тоже очень нравится игрушка, то есть это все, я думаю, она нагонит, это не проблема. У нас проблема была в том, что она не видела деток, а теперь она их увидела, и ей хочется, она сама стремится общаться, очень стремится познать, как они общаются, повторяет за ними многое, так интересно, то есть очень наблюдается теперь за этим всем интересно, мы здесь ходим на детскую площадку, и она играет с детками, и так смотрит на них завороженно, улыбается, смеется с ними вместе, то есть это просто чудо вот на это все смотреть, на эти трансформации, поэтому будущее, я думаю, никаких проблем не возникнет у нее ни с садом, ни со школой, мы еще маленькие, у нас еще есть время, чтобы все это наверстать. Ну, что-то, может, еще хотите рассказать, какой-то, может, интересный случай, яркий, запоминающийся. Случай у нас очень интересный, да, то есть она заметила животных вокруг, у нас здесь много тропических различных животных, и она раньше вообще не реагировала, у нас здесь ходят большие ягуаны, вот все вот эти зеленые крупные животные, иногда приходят в сад, и один день она подошла к окну и показывает пальцем и говорит мне игуана, этому слову никогда ее не учила, то есть я говорила его раньше, когда мы видели где-то эту игуану, и я смотрю, и правда, у нас в сад заползла огромная игуана, то есть она увидела сама без моей помощи, то есть она подошла к окну и вот восприняла, что там это животное стоит, то есть это фантастика, когда ребенок ничего не видит больше четырех лет и тут у нее просто все вот в интересе и она все видит и плюс еще выдает такие вещи, которым мы ее абсолютно не обучали и много всяких вот таких вот моментов очень и слова выходят, то есть мы идем по улице летит вертолет и она говорит вертолет, то есть сама показывает пальцем и говорит вертолет, это вот правда такие вещи, которые запоминаются наверное вот у меня это будет просто на всю жизнь огромная благодарность за все вот это счастье, которое инфодайвинг нам дарит, это просто потрясающе, огромная моя вот благодарность Наталье, всей команде, всем большое вам огромное спасибо. Мы тоже очень рады за вас, у вас очень удивительные результаты, такие быстрые, но быстрее ни у кого не было, два месяца, это действительно очень здорово. спасибо вам за интервью, мы очень рады за вас, спасибо вам. Мы тоже очень рады, спасибо вам огромное, всем мамочкам хочу сказать, что даже не сомневайтесь, именно тут открывается сознание ребенка и только тут вам могут действительно помочь делать это включение ребенка в нашу жизнь и что вам вернет ваше счастье семейное и счастье женское, это потрясающе, спасибо вам огромное. Инфодайвинг это про счастье, это про счастливые перемены в семье, это про здоровых детей, это про те трансформации внутренние в человеке, когда человек становится сам собой, искренним и настоящим, когда уходят подмены, когда уходит ложь, когда человек действительно становится искренним и открывает в себе Бога, и тогда случаются чудеса, дети поправляются, и тогда уходит аутизм и другие заболевания. И мы бы хотели донести вот эти основы инфодайвинга до людей, чтобы они увидели и осознали, это есть, этим можно пользоваться, это обычный инструмент психически здорового человека. Ведь здоровье не там, где манипуляции, не там, где подмены, не там, где попытки лгать, обманывать, подстраиваться и делать что-то за другого человека. Нет, здесь нету правды, здесь нету истины, здесь нету искры Бога. Искра Бога есть там, где есть открытость, где есть чистота, где есть искренность, и там есть здоровье. И если в вашу жизнь пришла болезнь, значит, зеркало вам отражает, что, наверное, что-то с вашей искренностью не так. И тогда имеет смысл прийти к себе настоящему, заглянуть в себя, и здесь вам помогут инструменты инфодайвинга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ